Как заявить о себе в интернете и соцсетях и что для этого нужно, выясняли участники медиафорума на панели Digital. Сам по себе Digital явление молодое. Объяснить его можно как интеграцию СМИ в интернет-пространство. То есть газеты, телевидение и журналы вливаются в сетевое пространство, чтобы укрепить свои позиции среди аудитории. Например, в центральной части страны почти каждая радиостанция давно имеет свой сайт, где выкладываются новости, идущие в прямом эфире. Его создает отдельная редакция. Она же следит за группами в соцсетях. Но, видимо, Сибирь к такому пока не готова. Денег нет. Денег нет ни на что. В эфир мы должны согласовывать с Москвой. У нас люди не понимают, что это диджитал. Никто не понимает, что это диджитал. Зачем? Скажите мне, зачем? Скажите мне, где деньги? Где там деньги? Давайте я сделаю. И если сибирское радио и диджитал, по крайней мере, пока понятия далекие друг от друга, то с телевидением и печатными СМИ дела обстоят куда лучше. Но даже они не сравнятся с блогерами, для которых сетевой мир как дом родной. Там они работают, там же зарабатывают. Реклама, она, конечно, есть. Но самое интересное, то, что я никогда не стремился к деньгам. Деньги я не сами приду. Это не новая фиша. Я сейчас встречаю очень много молодых людей, которые говорят, Юрий, научите меня быть блогером. Я говорю, это большой труд. Юрий Черепанов среди участников площадки оказался очень популярен. Многие следят за его активностью в соцсетях, а к рекламе в его блогах относятся с пониманием. Но есть и те, кто отписался от блогера из-за личных соображений. Отписалась, потому что он снимал в ресторанах, в ночных клубах девушек, танцующих на столах. И я всегда боюсь одного и того же, что я приду в ресторан, и вдруг мне захочется потанцевать на столе, а вдруг чрезвычайно. От шуток плавно перешли к темам серьезным. Спикеры рассказали о своем опыте слияния традиционных медиа и сетевого пространства, поделились знаниями о подводных камнях и их преодолении. Например, Алина Клименко, главный редактор АИФ Петербург, которая стояла у истоков перехода газеты в интернет-пространство, уверена, это необходимая мера, чтобы выжить в современном мире. Не важно, на чем тебя читают, на каком носителе, важно, чтобы тебя читали. Несмотря на то, что здесь никто из сидящих здесь аудитории не покупает с утра газеты, но полтора миллиона читателей, которые каждую неделю идут к вареку и покупают газету, аргументные факты, голосуют рублем, их чувство нужно уважать. И то же самое я могу сказать о подписчикам в интернете. Диджитал – направление хоть и молодое, но по единодушному мнению необходимое. Ведь если все медиа будут иметь сетевую копию, то любой телеканал, газета или радио будут в прямом смысле слова в кармане у аудитории.